Привет, друзья! С вами Егоров Артем, и в этом видео мы разберем решение 19-й задачи из EGE по информатике. В условии у нас имеется целочисленный массив A с индексами от 0 до 9, и нам даны значения элементов этого массива. И по задаче необходимо определить, каково будет значение переменной C после выполнения следующего фрагмента программы. И ниже располагается пример на трех языках программирования, на питоне, паскале и C++. Для решения этой задачи давайте сперва выпишем элементы массива, и над каждым проставим индексы. В задаче написано, что индексация начинается с 0, и далее по порядку до 9. И в массиве для того, чтобы обратиться к элементу, нужно взять его индекс. К примеру, раз наш массив называется A, то чтобы взять вот эту пятерку, я должен буду написать A в квадратных скобках 4. Чтобы взять вот эту двойку, я должен буду написать A в квадратных скобках 7. Так выполняется операция индексирования. Она у нас будет встречаться в этой строчке, и также в этих трех. Итак, давайте выполнять нашу программу поэтапно, чтобы разобраться, что же там происходит. Первая строка программы присвоит переменной C значение 0. Затем мы попадаем с вами на цикл for, который будет поочередно присваивать переменную i все значения от 1 до 9. И первое значение, которое мы возьмем, это будет 1. После этого мы попадаем на условный оператор, где сравнивается, получается, A1 с A0. И конкретно проверяется, если A1 меньше A0, а это условие у нас не выполняется, значит мы пропускаем строчки, которые находятся в условном операторе. И возвращаемся в начало цикла for, где берется следующее значение переменной i, то есть 2, и мы попадаем вновь на условный оператор. В нем проверяется, если второй элемент массива меньше нулевого, во втором лежит тройка, а в нулевом четверка. И это условие выполняется. И мы попадаем в эти четыре строчки, где сперва C увеличивается на 1, то есть становится единичкой. Затем создается переменная t. В нее присваивается второй элемент массива, то есть значение 3. Затем во второй элемент массива мы присваиваем нулевой, то есть мы зачеркиваем вот эту тройку, и сюда идет значение, которое хранится в нулевом элементе. И следующая строчка записывает нулевой элемент значения, сохраненной в переменной t. То есть мы зачеркиваем четверку и записываем сюда тройку. Именно она лежала в переменной t. И, по сути, за последние три команды мы с вами выполнили обмен значениями между item элементом и нулевым. То есть в дальнейшем, если мы пойдем в это условие, можем сразу поменять два элемента местами. После того, как мы выполнили последнюю строчку в этом условном операторе, мы вновь возвращаемся в начало цикла, где берем следующую переменную i, то есть тройку. И проверяем, будет ли у нас третий элемент меньше, чем нулевой. В третьем лежит 8, а в нулевом тройка. Это условие не выполняется, и значит мы пропускаем условный оператор и возвращаемся в начало цикла for, где берем следующий элемент, четверку, и проверяем, четвертый элемент у нас будет меньше, чем нулевой. Это не выполняется, потому что в четвертом лежит пятерка, а в нулевом тройка. Значит, для i берем следующее значение, это 5, и проверяем. Пятый элемент меньше нулевого, так как в пятом лежит нолик, а в нулевом тройка. Это условие выполняется, значит мы c увеличиваем на единичку, и эти три строчки меняют эти элементы местами. То есть вместо нуля мы записываем тройку, а вместо тройки мы записываем нолик. И возвращаемся в начало цикла, где присваиваем y следующее значение, то есть шестерку. И проверяем. Шестой элемент меньше нулевого, это не выполняется, значит мы пропускаем этот цикл. И в принципе дальше в i у нас будут браться 7, 8 и 9, в седьмом лежит двойка, в восьмом девятка, а в девятом шестерка. И ни одно из этих значений не будет меньше, чем значение, которое хранится в нулевом элементе, то есть нолик. И следовательно замену у нас больше с вами делаться не будет. А в ответ вам нужно указать значение, которое осталось переменной c. И мы видим, что в ней сейчас лежит двойка. То есть вот сколько замен мы сделали в результате этой программы. Таков ответ на эту задачу. На этом наш разбор сегодняшний подошел к концу. Если остались у вас какие-либо вопросы, я жду их в комментариях. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!